Здравствуйте, меня зовут Яков Кротов, я разговариваю о вере, и сейчас тоже хотел бы поговорить опять же о ней. И поговорить вне очереди, которая должна идти по порядку катехизации. В комментариях к посту я этот порядок обычно указываю, отсылочку даю на свой сайт. Но мне задают вопросы, я на них отвечаю. И сегодня меня спросили, отвечают ли люди за решение своих правителей. Точнее вопрос был такой. Каждый народ имеет тех правителей, которых заслуживает. И, соответственно, когда распинают спасителей, народ говорит, что его кровь на нас и на детях наших, значит, заслужат. Вопрос только кажется сложносоставным. Но вообще в человеке, ведь в человечестве борются два начала. Иногда борются, иногда помогают друг другу. Более рахаичный, стадное начало. Более современное. И, собственно, то, что есть образ Божий в человеке. Начало личное. Коллектив, народ, правитель – это коллективные, безличные начала. Тем не менее, когда мы уже открываем Библию, Библию, записанную, как и Иляда, Гомера, в середине первого тысячелетия до Рождества Христова. Конечно, там есть тексты намного более древние, которые в течение многих веков передавались изусно. Но ведь и письменность появилась где-то во времена Авраама. И пока дошло до того, чтобы записывать такие огромные эпосы, как Гомер или Моисей. Вот мы открываем Священное Писание, и мы там видим уже довольно сложные отношения без личного и личного. И я бы даже сказал, что вполне понять Священное Писание, прежде всего Бетхово Завета, но и нового, можно только, если забыть про безличное начало. И все, что относится к целому, к народу, к человечеству, принимать к себе. Простейшие иллюстрации – это тот псалом, где евреи, сидя во время депортации в Абилон, рыдают и говорят своим мучителям, палачам, что блажен, кто возьмет ваших младенцев и разобьет головы ваши о камень, головы младенцев. Конечно, они это не кричали, они это пели тихонько-тихонько, оплакивая собственных погибших детей, тела которых они держали на руках. Но на сердце было именно это. И что же, мы должны это повторять? Чьих детей мы хотим убить? И тогда есть обычнейшее толкование, что речь идет о моих грехах. Я породил свои грехи, я их убью головой об камень. То есть я беру грех и о священное писание, все свои мысли, которые привели к греху, я беру священным писанием. А? Как вам такой поворот? Соответственно, тоже кровь его на нас и на детях наших. Они могли сказать что угодно, эти люди. Но толпа – это не Бог. Малые, что скажет одна толпа, а что скажет другая? Но дело в другом. Посреди этих людей стояли ученики Спасителя. Стояла, скорее всего, Матерь Божия. Что же, и на них тоже кровь Спасителя. А Пилат, значит, не виноват? Ну, о чем мы говорим? Люди хотели бы, чтобы это было так. И вот теперь мы возвращаемся к вопросу о том, всякий ли народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Надо сказать, что Ветхий Завет так не считает. И он совершенно всегда отдельно говорит о грехах царей и о грехах номенклатуры. Были хорошие цари, были плохие. Но чтобы расплачивался народ, хотя мы видим в древнейшем пласте Библии, что были и такие воззрения, что царю предлагалось, вот выбери, ты будешь отвечать или твой народ. Но мы должны понимать, что Бог при этом обращался через автора, который это писал, к людям, которые были уверены в коллективной ответственности. И вдруг происходит перелом. Он происходит, видимо, где-то в VII-VI веках, тоже во время крушения царства. И хорошо зафиксировано пророка Исаии у пророка Иезекииля. Я сегодня процитирую тогда Иезекииля, одно из моих любимых у него мест. «Было мне слово Господне. Что это за поговорку вы твердите в стране Израилевой? Отцы ели кислый виноград, а зубы разболелись у сыновей? Клянусь самим собою, — говорит Господь Бог, — не будут больше у вас в Израиле твердить эту поговорку. Все живущие в моей власти, и жизнь отца, и жизнь сына в моей власти. Кто согрешил, тот и умрет. Кто ни в чем не виновен, кто поступает праведно и честно, не участвует в трапезах на горах и не обращает свой взор к идолам, кто жену ближнего не оскорняет, к женщине вперед ее нечистоты не прикасается, кто никого не притесняет, возвращает должнику залог, никого не обирает, дает хлеб голодным, одевает на головы, не делает злых дел, кто живет по законам моим, кто поступает по правде, тот оправдан и будет жить, — говорит Господь Бог. А если родной его сын разбойник, если проливает он крови, совершает такие дела, которых отец никогда не делал, нет, не будет он жить. За все мерзости, несовершенные, он умрет и сам будет виновен в своей смерти. А если родной его сын увидит грехи, которые совершит отец, увидит и не пойдет по его стопам, тогда Бог его не накажет. Мне кажется, это фантастической силы текст. Он действительно, боюсь, мало кому известен, но он именно о том, что не только сын за отца не отвечает, но и отец не отвечает за сына. Это образ царя, который уже отделился от народа. Мы вспоминаем, что, собственно, установление царства в Библии довольно резко критикуется. Критикуется, конечно, задним числом, уже после крушения царства, и там, скорее, такой фильетонный образ царя, который бегает и отбирает у людей самых умных и красивых детей, и ослов, и много чего еще. И это осталось в Израиле, неприятие царства. Не то чтобы демократическая книга, родоплеменная, но еще точнее сказать, Бог учит людей быть личностями, предлагая им для этого не вглядываться в лицо статуи, в изображение, а вглядываться в Бога через соблюдение заповедей. Так вот, далеко не каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает. У некоторых лучше, у некоторых хуже. Мы должны помнить, что в большинстве стран мира на протяжении большей части истории не было выборов регулярных. Одно дело Афины, там же эпохи Перикла, там все-таки пять тысяч собирались и выбирали ежегодно, но рабы, которых было значительно больше, не выбирали, и женщины не выбирали. От идиотских решений, которые принимались, гибли прежде всего не те, кто голосовал, а женщины и дети и потомки голосовавших. Разве справедливо было бы их наказывать? Разве это называется ответственностью? Нет. Применительно к современной России, к современной Украине, к современной Америке, Франции, Лимпопо, Нигерии, Гондурасу, все то же самое. И благая весть она в том, что Царство Божие приблизилось. Мы крестились, мы уверовали, мы получили Духа. Теперь вопрос. Мы имеем того Царя, которого заслуживаем, мы имеем того правителя, которого заслуживаем. Переводить ведь надо не Царство Небесное, не Царь Небесный, а Правитель Небесный и Правление Небесного. И в оригинале Греческом речь не о каком-то ограниченном локальном пространстве, Царство Государства, а о процессе царствования, Правления. Я заслужил. Ну, кого-то намного хуже Путина, а у меня Бог. Так что мы получили правителя в нашей вере неизмеримо лучше, чем мы сами. Но если говорить о мирских делах, то некоторые начальники ЖЭКа и ТСЖ недостойны тех, кто их избирал. А часто и фальсифицируют подписи, знаете ли. И что же тогда отвечают те, чьи подписи подделали за этого председателя управляющей компании? Не пойдет. Не надо подделывать подписи. Так вот, не то, что каждый отвечает за себя, но принять, что Бог прощает каждого. Не всех, а каждого. И мы должны перестать мыслить народами и начать мыслить каждым. Это ужасно интересно. Всех благ. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...